Я рад всех приветствовать в наступившем новом году 2021. Этот ролик хочу сделать именно размышления о будущем 3D, как это все будет дело возможно обстоять в дальнейшем, так как многие уже лепят, уже перелеплено, ну возможно все, если так дело пойдет еще лет 10 и уже в принципе лепить самому не надо будет, уже будут какие-то заготовки, где-то что-то можно будет купить, переделать, где-то что-то подставить, возможно даже появится какая-то прога наподобие миксама фуз, только уже и с животными, и с какими-то драконами, с мутантами, какие-то запчасти крылья, когти, ноги разные будут, ну возможно вот такая ситуация возможно будет в дальнейшем. И давайте посмотрим приблизительно, как это все дело будет обстоять. Итак, захотелось мне сделать сфинца. Да, можно его сейчас взять, самому лепить именно женское тело, голову можно самому вылепить, тот типаж лица, который более такой будет, наверное, подходить к персонажу. Ну, пойдем другим путем. Первым делом давайте подгрузим какую-нибудь сферу, нажмем Edit, нажмем Make Polymesh, чтобы активно стала для лепки вот эта сфера. Ну и подгрузим кисточку, допустим. Так, сейчас найду ее. Так, уже есть заготовки, уже много всего. Ну, найдем первым делом давайте животных. Итак, допустим, сфинца я хочу сделать из, ну, чтобы это был лев. Можно использовать пингвина, жирафа, волка, там верблюда и так далее. Так, у меня тут льва нет. В принципе, можно его скачать. Находим какого-нибудь льва, какого-нибудь автора. Вот такой лев. Я уже показывал, как льва лепить. Это Король и Лев был, по-моему, ролик. Ну, а теперь удаляем все ненужное. Допустим, Ctrl-Shift. Ставим Trim Rect. Как-то это все дело отрезаем. Можно замаскировать, конечно, через X-симметрию. Выровнять модель. Alt-Левая кнопка мыши. Все это переносим. Ctrl-Маскируем ненужную нам часть льва. Здесь уже без разницы, зацепите вы что-то, не зацепите. Все это будет переделываться. Нам просто нужно сэкономить время и не лепить саму модель вот эту. Потому что это будет занимать тоже n-ное количество времени. Так вот. Смотрим, чтобы вот так все это дело было. Жмем Ctrl-W. Нажимаем. Удаляем. Смотрим, что получилось. Не беда. Здесь была шерсть. Все это дело можно долепить. Ну и что делаем? Находим Geometry, Modified Apology и жмем Dell Hidden. Теперь можно нажать Close House. Закрыть вот эти части. Где-то что-то выгладить. Где-то что-то замаскировать. Еще раз W. Удалить. И вот получается вот такая штукенция. Что нам дальше нужно сделать? Все пока ужасно. Даже нам проработка мышц не нужна. Какие-то детали тоже можно удалить. Нам нужна чисто вот эта форма. Вот этого персонажа. Теперь мы опять можем подгрузить какую-нибудь кисточку. Ну допустим. Так. Ну вот болванки тел, которые я выкладывал. Вы могли ее скачать и пользоваться. Теперь нам допустим нужно найти женщину какую-то. Мы ее опять же можем вылепить. Но опять же мы потратим время. Нам это пока не надо. Делаем дубликат вот этого льва заготовки. Смотрим. Так. Это у меня X симметрия включена. Надо ее отключить. Ну и вот так мы ее просто вытягиваем. В принципе вот. Женщина нам подходит. Теперь нужно Ctrl W отделить вот этого льва от этого персонажа. Опять же можно сделать Dell Hidden или разбить по полигруппам. Отделить Split, Grow, Split. Нажать, а потом удалить. Так. Теперь включаем льва. Ставим вот в такое положение. Находим кисть. Стандарт. Чтобы нам не мешалось это все дело. Ну а теперь вот этого персонажа. Женщину. Мы просто повертим, покрутим и подгоним. Вот сюда вот так вот. Мы ее чуть-чуть пониже посадим. Можно даже немножко ее вот так вот перекрутить. Сделать ее побольше. Вот таким вот образом. Подогнать вперед груди. Вот где-то вот. Ну вот так вот где-то. Замаскировать вот эту часть. Тоже руки замаскировать. Нажать Ctrl I. Размыть Ctrl вот эту маску. Чтоб мягче все это дело перекручивалось. И просто. Так. Ctrl Z. Что у нас тут получается. Ставим ротацию. И вот так все это дело. Можно перекрутить. Вот так вот. И с помощью Move. Подогнать. Еще как-то ее. Ctrl Z. Ротации. Перекрутить. Теперь удалим ненужное. То бишь ноги. Ну а теперь будем работать с подгоном вот этого льва. Так. Что нам нужно сделать? Тут два варианта. Или увеличить нашу женщину вот эту. Вот так будет наверное уже посерьезней. Так. Теперь выбираем льва. Ставим Moft Topology. И будем корректировать вот это тело. Так. Вот эту часть мы уводим вглубь. Делаем Dynamesh этому персонажу. Так. Эту часть натягиваем на тело гражданки. Вот эту часть выглаживаем. Оставляем именно вот эти вот бедра. Они будут прикольно смотреться. Ну а заднюю часть и вот эти больше накидываем вот на эту часть позвоночника. Теперь кисточку делаем побольше. Их симметрия. Так. Смотрим что да как. Локтик выгибаем чуть-чуть сюда. Таз делаем чуть-чуть побольше. Смотрим что у нас здесь происходит с грудной клеткой. Вот эту часть нужно чуть-чуть вперед подать. И немножко вот так вот отвести. Так. Вот таким вот образом. Ну вот в принципе болванка у нас готова. Мы ее можем срастить. Что еще можно сделать? Выбрать Допустим. Так. Давайте руки. Вот эту руку. Ctrl-Alt где-то подчистить. Чтобы не тянуло те части, которые нам не надо. Делаем Ctrl-I. Ротацию. Гизму отключаем. Вытягиваем этот ползунок. И все это дело подставляем, подгоняем в Т-позу. Вот такая получается заготовка. Ну а теперь опять же геометрия мира and well. Вот персонаж стал поприкольнее. Если мы сейчас его немножко, допустим, подкорректируем. Ну, как-то вот так, наверное, выведем и сделаем потолще. Вот две головы теперь. Тело меняется. Вы видите. Вот такое тело мне больше нравится, широкое. И вот это тоже лев стал поприкольнее выглядеть. Теперь, что нам нужно? Кисти мы долой и голову с плеч. Почему? Потому что я хочу сделать голову именно своего персонажа. Итак, получается у нас вот такая заготовка. Если бы мы все это дело изначально начали лепить, то у нас ушло бы на это, возможно, даже где-то часа четыре. Давайте сэкономим время на кистях рук. Находим опять же кисточку. Кисти рук. И вот здесь есть, опять же я выкладывал для скачивания, разные кисти. Уже сложенные именно в какую-то позу. Так, делаем дубликат. И попробуем вот. Вот у нас есть вот такая кисть. Прикольная. Вот ее и будем использовать. Так, кисти пока нам больше не нужны. Ставим гизму. Ctrl-W. Теперь нужно отделить вот эту кисть от болванки. Делаем геометрию. Делаем делалхидом. Ну и эту кисть уже подгоняем. И вот так мы делаем кисти рук. Эта кисть, кстати, женская. Есть морские кисти. Есть кисти сказочных персонажей, которые можно опять же взять вот в этой, в кистях. Здесь вот есть вот ММТУН. Вот эта кисть. Здесь вот можно брать уже для кентавра тело. Также можно здесь взять мультяшного какого-то. Вот ноги разные. И вот тут, когда вы выбираете, все это дело, вы видите, меняется. Так, теперь вопрос. Если это будет мультяшный персонаж, то можно отойти более-менее от анатомии. И сделать, ну вот кисть, допустим, побольше. Где-то какие-то части тоже побольше. Где-то поменьше, поуже. Где-то убрать симметрию. В смысле пропорции. Сделать более непропорционально это тело. Так, ну это нам пока не надо. Мы уменьшим еще кисть руки. Так, вроде села. Теперь сделаем всему этому делу в геометрии мира ММТУН. Итак, кисти рук у нас уже вставлены. Как делать руки на канале есть ролик. Я уже показывал. Мужские руки делать как так. Ну а теперь нам понадобится голова. Голову можно опять же взять в лихтбокс. Вот есть женская голова. Есть вот такой мультяшный типа аниме голова. Ну, можно вылепить, конечно, свою. Давайте подставим голову. Я ее давно уже лепил. И чуть-чуть ее переделаем. Так, делаем дубликат. И на этот дубликат импорт. Так, тут у нас хэт, хэт, хэт. Можно вот пока хонтас голову подставить. Рабочий стол. А куда я кинул? Под проект. Голова. Так, вот голова. Открыть. Открыть. Так, как переносить вот это гизма, да? Мы его просто замок открываем. И просто можем вот так вот перетаскивать, куда нам надо. Вот так. Замок закрываем. И теперь вот можем двигать головой. Ну, получается нормально. И так, голова есть, персонаж присутствует. Смотрим, что да как. Теперь нужно прическу добавить. Опять же, можно ее сделать самому. Ну, давайте подкинем какую-нибудь сюда прическу. Кисточку. Так. Рабочий стол. Кисточка в волосы. Выбираем более-менее нормальный волос. Делаем дубликат головы теперь. Кисточку в волосы отключаем. Кисть стандарт. Теперь Ctrl W. И отделяем. Ненужное. Делл хиден. Смотрим, что да как. Иксимметрию отключаем, чтобы волос не убежал, куда не надо. Поправляем. Подгоняем опять же. Устанавливаем. Перекручиваем. И уменьшаем. Вот так его установим, чтобы ухо было видно. Здесь уха не будет. Все классно. Так. Теперь. Можно здесь как-то еще подправить. Используя кисточку Moff Topology. Также вот так что-то переделать. Где-то подвести. Вот так вот как-то. Ну с этим еще можно поработать попыхнее. Где-то сделать вот эту сторону. Так. Вот эту часть вывести из шеи. Поднятие повыше. Можно обрезать, сделать прическу под коре. Вот так вот. И вот что у нас получилось. Ну а теперь опять же можно сделать глаза. Ну глаза. Их валом глаз уже в интернете. На всяких моделях. Опять же Ликбокс. Глаза можно взять вот с этого персонажа. Они отдельно идут. Просто включаете. Саптулы сохраняете. И вуаля. У вас есть свои глаза. Экономия времени опять же. Так. Делаем дубликат. И делаем. Опять же импорт. Подгружаем сюда глаза. Так. Вот такое что-то получается. Глаза вставлены. Теперь нам нужно сделать допустим какую-то одежду. Доработать вот эти вот когти. И в принципе вот у нас уже готовый персонаж. Минус вот такого всего действия. То что если бы вы сами все это дело лепили. То у вас получилось бы более как-то наверное. Возможно где-то какие-то детали были бы интереснее. Вот такая штука. И так вот так я вижу будущее скульптуры. Именно уже из готовых болванок с наработок. Будут компоноваться вот такие вот персонажи. Все. Всем пока. До свидания.